Ребята, нам только что на WhatsApp поступило сообщение, что возле карусели в городе Радичехов лежит сбитая собака. Ну, мы, естественно, выезжаем. Приедем на место, ребят, продолжу репортаж и все вам покажу. Я считаю, что у каждой зоозащиты, у каждого группы, у каждого фонда должна быть своя мобильная группа. Такие мобильные группы должны быть везде. Я очень надеюсь, что вскоре мы с Чеховской зоозащитой объединимся и сможем быстро и качественно спасать животных. Очень на это надеюсь, ребят. В Липецке у меня была такая мобильная группа. Именно поэтому удавалось всегда успеть в большей части времени. В общем, я даже не знаю, как правильно сказать. Там, ребята, но тоже это все складывалось не за один раз. Город ночи очень красив, ребят. Но как бы хотелось по городу проехаться просто для души, а не потому, что кто-то где-то ждет помощи. Господи, помоги нам. Собаку снимали днем. И неизвестно, где она у нас сейчас. Сейчас должна подъехать девушка, которая снимала ее. Мы ждем. Ребят, продолжу репортаж чуть-чуть позже. Сейчас главное встретиться. Так, ребята, пойдемте. Проходили мимо, она лежит и над ней толпа народу. А я с ребенком подошла, говорю, она жива, не дай, ее, короче, сбили, а мы вот не знаем, куда ее одевать. Ну, как бы они стоят над ней, думаю, ладно, я пойду. Иду обратно, уже никого нет, и она лежит до сих пор. Я давай обзванивать в клинике, никто брать, естественно, ее не хочет. Говорят, мы не знаем, что хочу делать, короче, ну, ищите. Уже нашли деньги, чтобы в Москву отправить спецназ, но машины нет. Уже ребенок плачет, там еще две женщины стояли, с мужиком мне говорят, ну, мы сейчас ее куда-нибудь перенесем, в общем, найдем машину. Я взяла у нее номер, пришла домой, позвонила, и она говорит, мы хотели ее перенести, она не дается чуть-чуть. Так, хорошо, давай смотреть. Где-то она должна быть здесь. Так, заходим аккуратненько, смотрим вот там. Потихонечку, ребят, только осторожно, пожалуйста. Миша, а можешь посмотреть туда, Миша, вот туда, чуть-чуть? Попробуй покричать, белка. О, господи. Нет, ребята, сейчас найти собаку практически невозможно. Здесь очень высокая трава, очень. И если она куда-то забилась, Ребят, ну, эта трава мне, вот, я стою, она мне по уши. Бела, бела, белка, белка. Я даже не знаю, что делать. Нет, ребята, надо приходить утром и организовывать здесь поиск. Если собака забилась куда-то, там, видите, какие ямы. Мы ее просто здесь сейчас в темноте не найдем. К тому же она молчит. Если собака бездомная, она будет бояться. Я там смотрела. Заросли, конечно, страшенные. Так, друзья, вчера, к сожалению, не получилось обнаружить собаку. Сейчас вторая попытка при свете дня. Очень надеюсь, что ребенок просто забился в заросли. И дай бог, чтобы была еще жива. Ребят, едем с надеждой на что-то хорошее. Так, вот здесь ее где-то видели ночью. Давай здесь где-то вот так. Давай там разим вот тут вознаграждение. Да. И сейчас начнем ходить. Вот здесь вдоль этого станет. Так. Так, сумку оставляем. Так. Ребят, ну я просто хочу показать, что здесь есть, чтобы понять, почему мы ночью здесь не могли. Ребят, к сожалению, ничего нету. Мы проверяем все, какие здесь есть. Белая, белая, белая. Но, к сожалению, ничего не видно. Трава очень высокая. Если собака не подаст голос, мы можем пройти мимо. Собака лает, но за забором. Здесь заросли. Все проверили. Ребят, только два варианта. Или собаке стало легче, а она ушла. Или ее кто-то нашел и подобрал. Так что остается ждать только новости. Потому что здесь мы облазили все. Вот этого, ребята, я забрала. Пока собаку искала белую, заглянула в угол. А она, бедненькая, там стоит никакой, видишь. Я не выдержала. Я пошла, поискала, чья собака. Ну, говорят, да он уже, говорит, умирает, он несколько дней уже не ест. В общем, я попросила, говорю, давайте я заберу. Пусть полежит в бытовочке, но хоть сколько там дней ему осталось, там недель, может быть. У него лапки сильно болят. Он поэтому ходит еле-еле. Пусть полежит в бытовке. Пусть полежит в бытовке. Пусть полежит в бытовке. Субтитры создавал DimaTorzok 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 ДимаTorzok